Восвятая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко, глядите у гэтым выпуску. Сёння жахары у сих районов Гомельской области вышли на республиканский субботник. У свободной экономичной зоне Гомель и Ратон подвели выники деянности резидентов у минулым годе. Сёння сполнилась 4 года с дня подписания президентом указа обстворений Державного комитета судовых экспертов из Республики Беларусь. У Международный день земли у Гомеля отбылся первый эко-марафон. А зараз об гэтым и іншим больше подробязна. Сёння жахары Гомельщины вышли на республиканский субботник. У Баку не застался ни один район в области. Уся года громадско-карыстные справы долучилось больше, чем 450 тысяч человек. На доброе упорядкование объекта у наибольшь потерпелых от катастрофы на Шарнобыльской АЭС Ветковского района отправился працовный десант Гомельского облаканкама. Разом с мясцовыми же харами керавництво региона працавало над проведением упорядок Червоной площы, Центрального парку и Аллеи Героев. У городе одновлены система водоотведения, фасады социально-значных громадских будинков, объекты культуры. Проведена побелка древ, пофарбованные лихтары, доброупорядкованные дитячие гульнявые пляцовки и дворовые территории. Поза увагой не засталась так сама территория комплекса сядибы 19-го ста годзе у вёсцы Хальч. Были выполнены такие виды работ, которые сегодня отвечают всем требованиям жизни и деятельности. Это прежде всего благоустройство парков, скверов, осуществлена высадка деревьев, также благоустройство захоронений и объектов историко-культурного наследия. Я думаю, что такие мероприятия объединяют людей, объединяют в порыве навести порядок на своих территориях, объединяют идеи сделать что-то хорошее для своего дома, для своего города, для своей области. По попередних дадзеных, подчас Республиканского субботника Гомельская область зарабила больше 1 млн 160 тыс. рублёв. Як и вядома, частка удельников субботника провела его на своих рабочих местах. Объём выробленной промысловой продукции склау 335 тыс. рублёв. У Гомели республиканский субботник собрал больше, как 150 тыс. человек. ЖХРы областного центра приводили у парадок в улицы, скверы и дворовые территории. Одным из центральных мест у проведения работ стал фестивальный парк в советском районе. Над его добрым парадкованием працевало керавництва города, представники депутатского корпуса и громадских организаций. А так само простое гомельчане, яким важны парадоки частиня у родным городе. Как и любой субботник, приурочен к поддержанию порядка на родной земле. Это в первую очередь. Конечно же, посадка деревьев будет, обрезка кустарников будет. Городские улады подчас субботника у фестивальным парку высадили Амаль-40 дреу. Невеликий дождь не перешкодил проведению работы доброму настрою. Як кажуть, удельники субботника огульная праца натхняя. А дякуючую, с кожным годом гомель прихожая и становится больше утульным. Я благодарен нашим горожанам. Желание благоустраивать город, делать его красивее и лично участвовать в этих вопросах, я за это им очень благодарен, потому что это как раз одно из составляющих системы той работы по благоустройству нашего города, которая дает довольно неплохие результаты. Як плануется жихары областного центра пополнить фонд республиканского субботника на 445 тысяч рублеву. Працовная акция подчас республиканского субботника пройшла так само ля помника у дельникам обороны города Гомеля у Поколюбичах. Тут працевали активисты областной организации коммунистичной партии Беларуси. Яны и вызначили для себя задачу подрихтовать до урочистости узнагоды дня перемоги территорию каля помника советским воинам, яке у 41-м годе героично трымали оборону. Идею подтрымал так само районный отдел Следующего комитета. Следшие допомогали сбирать листья и сметти, что засталось после зимы. Мы вот здесь к 9 мая готовим эту территорию для того, чтобы можно было приехать сюда почти отдать дань памяти погибшим и чтобы молодежь училась на этих примерах, что Родина – это когда мы едины. Выпуск экспортно-орентованной продукции и доброго порадкования помника истории и культуры. У Хойниках подчас субботника не просто наводили парадок, а лей выращали актуальные для района социально-экономичные пытанни. Олег Синцеров наведал некоторые объекты. Предприемство «Полецкие сыры» для Хойнинского района не просто за разраду города утворальных. Сегодня это промысловый ориентир, модернизованный сучастной вытворчастью и передовыми технологиями. Это ранее сыры тут вырабляли практически уручную. Зараз санитарное потребование для процесса настолько строгие, что на некоторой участке журналистам тяжко трапить. Навод в якости выключения. Особливый гонор заводчан – автоматизованная линия по перепрорасовке молочной сыроводки. Подчас субботника тут выраблялась продукция, которая будет накирована на экспорт. Предприятие как бы получило новое дыхание. Сегодня предприятие перерабатывает сыворотку, которую раньше надо было утилизировать. Сыворотка является экспортоориентированным продуктом. Парадка 25 тонн в сутки вырабатывается сухой сыворотки, которая идет на экспорт. Применяется в пищевой промышленности, в химической. Бадай наибольша массовая работа в Ходинском районе. У гэтый день разгорнулись и увезцы Барысовщина, где прошел молодежный субботник. На параканце 19-го, на початку 20-го стагодзеу, тут был побудованный сядебно-парковый комплекс, який зараз мае статус объекта историко-культурной спадчины. Еще в 70-х годах частка этих побудов выкарастовалась в господарших метах, частка, як жилая помешканне. После Чарнобыльской катастрофы комплекс пришел в занепад. Зараз над им узелешевство молодежной громадской организации, який периодично наводится тут парадок. До речи, не глядячая на то, что практически усе будинки частково разбораны, гэтая места корыстаецца популярностью у замежных туристов, які наведують район с гуманитарными миссиями, мястовые улады ситуацию оценивать реально. Увесь комплекс одразу не адновить, але имкнуться до гэтага необходно. Наибольша реально зараз адновить былую водонапорную вежу, тем больше, что она выканана у незвычайном для гэтых мястин негатычном стиле. До речи, спад вежи, дыроки, яка сдаходится метрах у двух саг, ведь и падзебный ход, правда, заразлён частково разбораны. Негдядичи на достатково дожливые надворы, запланованные на субботник работы, у Хонинском районе выкананы у полным объёме. Тем больше, что парадок патрымлица постоянно, а прочатаго только одним днём тут не обмежаваліся. По осудности, субботник стал заключным этапом проведенного месячника, спис зробленного достатково широкий, от адраматованных агороджу до створения мясовыми умельцами, але и макету военной техники. Наса правдны, я не макчимы, и не вельми падобны, але добрый настройств вараюць. До того ж, у якости материалу увёсавить, по господарску выкарастали речи, які, звичайно, выкидуются на звалку. У Барсовщанским сельсовете кажуть, што у Вогули, у Бакуат наведення парадку не заставча никто. Навот городские организации оказали допомогу. Которые в районе у нас закреплены за сельским советом жители сельсовета. В то же время мы проводили акцию во время проведения месячника посадим садом вместе. Хочется отметить, что при проведении данной акции подключились школьники Витебской школы. С огромным удовольствием они садили сад, которые будут в дальнейшем растить и пользоваться им. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, Толя-радио компания «Гомель», Хоинский район. Протягиваем выпуск. У свободной экономичной зоне «Гомель-Ратон» подвели выники деяностей резидентов у минулым годе. До дела у мероприемстве запросили так само усих, хто мая до чинения до работы СЭС – продставников и конкамов, податковой инспекции, мытни и банков. Зараз у свободной экономичной зоне «Гомель-Ратон» наличивается 78 резидентов, предприемства яких працуют у 11 районах в области. Средо основных инвесторов – представники России, Украины, Германии. У минулым годе резиденты СЭС уклали у экономику в области 12 миллионов долларов при 10 запланованных. Все лета гэты пакашек вероходно так само будет перевыконаны. При плане у 12 миллионов долларов зараз у регион притягнута уже 11 миллионов 400 тысяч. При гэтым на предприемствах свободной экономичной зоны «Гомель-Ратон» часто вырабляется продукция, якая немая аналогов у Беларуси. По выниках минулого года 15 резидентов отримали специальные узнагороды. Их деяность оценена по таких пакашеках, як створение новых працонных местов, выпуск инновационного продукта, рост экспорту. Администрация свободной экономической зоны работает как одно окно. Сюда обратился инвестор, его зарегистрировали и в качестве юридического лица, и в качестве резидента свободной экономической зоны. Предоставили земельный участок, либо свободные площади. То есть можно быстро стартануть, чтобы начать производство. И все условия и льготы, которые государство предоставило, этого, я считаю, достаточно для того, чтобы инвестиции приходили в Республику Беларусь. Сегодня исполнилось 4 годы с дня подписания президентом указа об створении Державного комитета судовых экспертов из Республики Беларусь. С этой нагоды гомельские эксперты провели день открытых дверей. Сустреча была организована для керавников городского и районных отделов Следующего комитета Республики Беларусь. Я ем это ознаймление с материально-технической базой и макчымастями экспертных подразделений. Почас размовы специалисты так само надали увагу пытаниям, которые часто возникают при призначении судовых экспертиз. Что год гомельские эксперты проводят около 40 тысяч доследований. Основные заказчики работ подразделений Следующего комитета и Министерства внутренних справ Беларуси. Проведение экспертизы мероприемства нетанное и часто потребует применение складанных технических прилад и якостных реагентов. Удельники сустречи погодились с необходностью забеспечения больше узваженного и рационального подхода при призначении доследований. Ранее как-то не задумывался над тем что и как более детально происходит как эксперты исследуют те или иные объекты. Сейчас вот сам увиделся воочию в этом даже очень интересно понравилось как состоит из чего состоит волос другие клетки ядерные из которых мы хотим найти для сравнения хоть что-нибудь для себя чтобы сравнить подозреваемые или неподозреваемые вещи и так далее. Поэтому я считаю что такие экскурсии очень познавательные. Хотелось бы в дальнейшем даже продолжить такое вот сотрудничество. По выниках сустречи керавникам структурных подразделений у Следующего комитета был пропонованный механизм больше рационального проведения экспертиз и иных доследований с уликом макчимости у территориальных органов Державного комитета. Сегодня Международный День Земли. У Гомеля яху отзначили великим забегом. Эко-марафон отбылся у Беларуси у першиню. Для удельников а их было некольки тысяч подрыхтовали две дистанции. Короткую для аматоров в опытные бегуны вышли на старт классичного марафону. Подребязненности у наступным репортажем. Уникальность эко-марафону тем, что это полновартностный марафон. Один из маршрутов был протяглостью 42 километра 195 метров. Это классичная марафонская дистанция. Ранее у Беларуси на такую долгую отлеглость подчас подобных мероприемств они бегали. Есть Минский полмарафон, а марафону не было. И вот он появился. Зразумело, что переодолись такую отлеглость выросли только самые подрыхтованные спортсмены. Их было около 200 человек. А вот на дистанцию карате 6 километров 300 метров вышли не кальки тысяч человек. Этот забег назвали корпоративным. И, саправды, для удела являлись коллективами школы, университеты, предприемства и организации. Например, для беларусской нотариальной палаты спорт – неотъемная участка корпоративного життя. Об этом свечать перемоги на международных голеновых споборницах. Объясни увагу и такое масштабное мероприемство, як эко-марафон, беларусские нотариусы не могли. Увы, нюку на старт пришли Амаль 50 аматоров бегу. Такие мероприятия не только поднимают корпоративный дух, не только способствуют укреплению какому-то эмоциональному подъему, укреплению корпоративного духа, общему оздоровлению, но и помогают в дальнейшем достойно принимать участие в международных стартах, в которых у беларусского нотариата есть уже победы, за которые не стыдно, которыми можно гордиться. Маршрут эко-марафону пролягал по центральных улицах Гомеля, а так само праз Гомельский парк. Так что гости, а у делу забегу принимали аматы спортсуз розных городов Беларуси, а так само з Украины и Германии, смогли познайомиться с выдатными мястинами Гомеля. Подобные массовые мероприемства для нашей краины уапошние годы дякуючу работе Беларусской Федерации легкой атлетики стали звычайными. Их промерковываются до розных святов. У Минску отбылись забеги 23-го лютого и 8-го саковека. Плануется забег отважных и на день перемоги. Зараз подключаются до этого руху регионы. Это здоровье нации. Поэтому всяческие забеги, которые действительно могут и объединить нас, это политика Федерации легкой атлетики. Гомель славянский забег пройдет в рамках славянского базара Витебске. Могилев будет праздновать 850-летие. Мы побежим и в Могилеве. Мы хотим поднять Беларусь и, скажем так, показать, что все это не так сложно, как кажется. Встать с дивана в выходной в непогоду. И Гомель сегодня показал, что это легко и это радостно. Александр Лупиненко, Максим Савин, Александр Харлампов, телерадио компания Гомель. ГТ, а так сама иншая новини вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен и у студии работала Наталья Игнатенко. Усяго вам доброго и до новых встреч в эфире.